Куди б я не зайшов, я бачу лишь один спам Корисный инфизист, только один грамм Не пудрый мне мозг, знаю все свое сам Все можешь, что делать, только постить спам Ложкин, это близко, это близко Мы когда идем в лес, мы вот такими становимся Для безопасности Костюмами разве что Да нет Своей солидарностью, близостью мыслей и идей Большая голова думает хорошо Вот может быть поэтому Да, я думаю, что закончим болтать Вы можете взять себя на память Подходите, разбирайте, мы за каждой поставим автограф с удовольствием И день побежит вперед Всем спасибо Спасибо Рэперов Ну так вот я ощущаю то, что у нас получается Нет, такого нет, что сыпятся письма с просьбами Чуваки, напишите что-нибудь словодневное Такого нет То есть я еще раз возвращаюсь к нашему творческому процессу Это огромная радость, поверьте Остаться друзьями со своими Со своими друзьями юношества И так же собираться вместе и придумывать рифмы Это офигенно Ну просто поменялось время Мы поменялись И вот то, что рифмуется сейчас Это то, что находится внутри нас То, что нас интересует Я сейчас вспоминаю На самом деле ведь политика была всегда Это оказалось очень скучным мне тогда И мне совсем не кажется, что это скучно сейчас Когда я замечаю какие-то вопиющие штуки У меня все пульсирует И я хочу это отражать Я хочу с этим работать Следующая? Я вот посмотрела реакцию пользователей на новую песню На гимн Нашла очень много там негативных комментариев Как вы вообще сами оценили реакцию аудитории на эту песню? Реакция была очень хорошая Полтора дня Прям вот очень хорошая Неожиданно хорошая Я думал, что Ну все-таки Хоть мы и старались сделать это Чем-то общим Но я думал, что Настолько общим это не получится Там было 6% дизлайков всего лишь И только позже Видимо уже Какая-то небольшая группка Сориентировалась В кабинете И Деликатно Начало перелогиниваться Перелогиниваться И писать Разумеется, есть не только Такого рода негативные комментарии Кому-то действительно не понравилось Так, ну у нас хейтеры Настоящие хейтеры есть Но скорее всего сейчас О негативных комментариях О которых вы говорите То есть к ним хейтеры не имеют отношения И есть ощущение, что это Государственные хейтеры на зарплате Судя по одинаковости комментариев Да, но есть Может это даже государственный хейтер Возможно это просто один человек Тем более Команда наших хейтеров Они все-таки более разнообразные Потому что было бы пытано Пришлось подключить Наших хейтеров Нашим хейтерам Да, да Наших хейтеров мы их любим Мы их даже узнаем Я хотела как раз про реакцию спросить Была ли какая-то политическая реакция Собственно к кому был обращен трек Штете ли вы ее И отслеживали комментарии Там уже набралось на несколько гимнов Которые вы можете сложить Не планируете ли это добавить? Официального Официальной реакции не было Мы на самом деле не планировали Ну этот трек Как вот Некий акт Просто так получилось Что когда Он уже начал собираться Во что-то Во что-то Что можно послушать Стало понятно Что это неплохая работа Вот И пришла мысль Слушай Может быть давай обратимся к президенту И предложим в качестве альтернативы Понятно что Ну По своему формату Ну как может быть Рэп гимном страны Ну может быть когда-нибудь Если Рэп не заменит Какой-то другой жанр музыки И у какой-то страны И будет рэповый жанр Вот Это скорее Скорее То что мы написали Скорее Это Наше видение Содержание Гимна То есть это Лучше воспринимать так Мы его назвали Наш гимн России То есть мы говорим там Именно о тех вещах Которых По нашему мнению Не хватает Настоящему гимну Ребята Спасибо большое вам за вчерашнее видео Отдельно в плане спасибо за другое слово Очень круто Я думаю очень мощно Спасибо Да У вас иногда выходят клипы Которые Взрывают просто Все информационное пространство И они всегда Что-то Что-то необычное В себе несут То есть я помню Что Один из крутейших Российских клипов Ваш Был снят Михаилом Сигалом Который снимал Потом крутейшие фильмы Там В скрепах Вы собрали всех Ну Известнейших рейтеров В России Когда Следующая Пушка Когда следующий Крутой клип Влад еще не знает Сценарий Мы с Хамилем вчера придумали Сегодня его Ведь сегодня вечером Мы Владу презентуем Идею нового клипа На песню «Фотка» Давай может сейчас У нас есть еще Планы сделать Клип на песню «Фотка» С нового альбома Будет очень Занятное Видео Мне кажется Ну да То есть мы с Хамилем вчера ржали Мы вчера тупили Два часа И потом за пять минут Проливаться очень круто Что там? Ну Там робот Алеша Ты знаешь робота Алеша? Нет Кто знает робота Алеша? Опа Отлично Ну мы вечером Все поражали Не все тебе известно Хоть ты и мудрец Но не все тебе известно И там их будет четыре Песня «Фотка» Можно мы Мы сегодня фоткуем поставим Может мы не поставим Да Про меня это помогло мне То есть когда мы говорим что-то С чем человек согласен Что созвучно ему Это Как оказалось Помогает ему И собственно Вот такая задача была Проговорить Не проговорить Ну и плюс ко всему Мы родились в этой стране И мы большинство песен пишем Про самих себя И эта песня именно Тоже про нас Это то что у нас присутствует Многие черты Русского человека Которые описаны В этом гимне Это присуще нам тоже Правильно что я сказал Про терапевтический эффект Проговорение Да Если Там есть комментарии Ну мне показывают Наши сотрудники Типа Что там Кто там расстрелян был Кто там замучен Вот лично мой правед Там был расстрелян Просто по доносу Комсомольца Ну Я не знаю Имеет смысл Об этом рассказывать Сейчас или нет Но репрессии Тридцатых годов Лично моей семьи Коснулись Мария Сыцко Респондент Медиапроекта Стол Готовьте сейчас Будет очень сложный вопрос Правильно В гимне Вы Можно сказать Описываете Затрагиваете Большое количество Разных Типажей россиян Они друг к другу Перетекают Какие-то Не могут Существовать Рядом Друг с другом Да То есть Свободный И невротик Который отложил Свою собственную Робу в чулан Они как-то Ну Они могут жить В одной квартире Но одним человеком Они могут быть Навряд Вы сами Как проводите Эти границы Между своими Лирическими героями Или между частями Своих лирических героев И Есть ли у вас Какой-то Такой Сверх россиянин Прекрасного Прекрасной России Будущего Да Который Смотря на Этот гимн Будет думать Вот же ж люди жили Вот же ж страшно было Да Или там наоборот Еще какую-то Эмоцию испытает Которая будет ему Не близка В его Жизни Которую он Не сможет Прочувствовать Такой счастливый Свободный Не знающий Ни про расстрел Ни про робу Да Ни про там Необходимость Завести гнездо И ни про что-то Еще такое Давайте разделим На два вопроса На самом деле Песня Структурируется Музыкально Там есть три части Первая часть Она описывает Ту действительность Которую мы видим Своими глазами Вторая часть Это Альтероспектива То есть Это взгляд назад А третья часть Это взгляд Вперед В будущее То Каким бы мы хотели Видеть Россию Вот То что Создается впечатление Что это Разные персонажи Ну мы такую задачу Не ставили То есть Это наверное Просто свойство Того что у нас Четыре разных тембра Да и вообще Мы четыре разных Человек На первое Ответил Кто не давает Как соседствуют Персонажи Ну Это действительно Не персонажи Мы пытались Брать свойства Которые Присущи Обществу Когда Мы смотрим Большое количество людей Услышал фразу Могло бы сказать Ну да Про меня Про нас Так что по идее Соседствовать должны Вот прям Прямо Как на футбольной трибуне Мы собственно И хотели Такого эффекта Чтобы Это мы Да Легко было Произносить Всю песню Так А теперь Про взгляд Человека Будущего Из России Невчина Вот это Да Какого-то такого Человека Из прекрасной России Будущего Ну Я Буду Исходить Из собственного Опыта Я Слушаю Там Казачьи Песни Восемнадцатого Века Или Романс Девятнадцатого Века И Они Мне Интересны Они Мне нравятся Они Удивляют Своей Изысканностью Казачьи Песни Удивляют Своей Ну Свежестью Сочетание Образов Ну Это Народные Песни Да Романсы Это Авторские Песни И там Ну Такой Язык Это Так Красиво Советский Период Ну Когда я Слушаю Песни Советского Периода У меня Есть Естественно Любимые Песни Советские Но Понятно Что это писали Несвободные Люди И И В некоторых местах Когда Возникает ощущение Что автор Смог Через Вот Сотню этих Инстанций Которые Цензурировали Запрещали Понимая угрозу Какую Это несет Когда автор Смог Что-то Сказать Чуть более Свободное Это Ну Вот Это Моменты Такой Искряющейся Радости Это Что касается Советского Периода Как будут Музыкальные Археологи Слушать Касту Не знаю Ну Мы стараемся Во всяком случае Мы стараемся Делать фотографию В реальности С разными Фильтрами Иногда Фильтры бывают Смешные Фильтры бывают Ну Какие-то Красят А фильтры красят В лирические Тона Фотографию То есть Ну Мы Такие Рэперы Фотографы А вы Спрашивали Про То Как Мы Представляем Людей Будущего Или нет Ну Да То есть Что должно Произойти Между Теми Мы Которые Есть Сейчас Тем Мы Которые Будут Которые Будут Свободны Счастливы Я думаю Прежде всего Улюблены Этим Текстом А Что-то Не Возлухи Возлухи Нет Это опционально Окей Я думаю Что Мне больше Хотелось Видеть Россиян Свободными Смелыми И не Агрессивными Россиян Это Это Уже Частный Случай Тут Разве Может быть Один То есть Каждый Будет Становиться Свободным Сам И Только Если Он Сам Это Захочет Не Не Считать Себя Прежде Тему Свободы Избавиться От Выучения Беспомощности Возлухи Которые звучали за это лето Я наверное не слышу Чего более проникновенного Еще момент Если я правильно понимаю Владик говорил в интервью Людю Что песня На порядок выше Это разговор Шима Самим собой Когда Ты Хотел Умирировать Я правильно Смирал Правильно Все Отлично Если бы Сейчас Ты Оказался В этой Песне И Снова Был бы такой Диалог Самим собой Что бы Ты Сказал Оказавшись Перечислил Да Слушай Ну Ты Прям Как Мой Коуч Я Не знаю Ну То есть У меня Нет ответа на этот вопрос Размышлять вслух Я Я очень медленно Думаю Сейчас я начну Мучать Не-не-не-не А может быть Вот так Это будет Неинтересно Но Спасибо за Наводку Может быть Действительно Стоит на порядок Выше Два Написать Я сейчас Эту песню На порядок Выше Но мы ее до сих пор Сполняем на концертах Потому что Это хит Вот Но в ней Звучат Такие Славеса С которыми Я сейчас Ну не во всем согласен Но Я знаю Как плохо Как дурно Звучит Когда автор Цензурирует Свои песни То есть Когда он Потом переделывает Слова Ну на примере Федора Чистякова Например Или Леонарда Коэна Даже Вот И поэтому Я ее оставил Такой Как есть Это фотка Из 90-х Да Вот Когда смотришь На фотку И думаешь Ё Это же я Ну да Вот Таким Таким Я был Другим Я стал Песня Любится И мы ее Исполняем По поводу Россия Доброе слово Я думаю Что Это была наша Попытка И желание Загадать Большое Желание Чтобы Россия Обрела Это самое Название Доброе слово Это вообще Самое Сложное Ну то есть Концовка Последняя Строфа Это самое Сложное Было В этой Песне И Это удалось Владу Потому Что Он усидчивый Честно Я Я Заплакал Когда я это Написал И это Абсолютно Правда Я никогда Не видел На его глазах Слезы Он Расстрогался Написав Это Со Змеем Подумали Что Влад Накурился Неожидан Да Влад Не курит Уже Давно И Слез на его Глазах За 25 лет Знакомства Я не видел Ни разу Но Вот Это Произошло Песня Сработала Можно Так А вот Прошлый Ваш альбом Зашелся На Стар Там Особенно Среди Офисных Затрудников Молодежи Ждете Такого Эффекта Нового Альбома Может Не только Другие Техиты Есть И еще Второй У меня вопрос Пока Не забыла Тоже Вы про Футбол Говорили Как Вы Относитесь К тому Баста Баста Стал Владельцем Ростов Давайте Давайте По порядку Первое Это Мы Очень Надеемся Мы Очень Рассчитываем На Офисных Сотрудников Это Правда И У нас Даже Есть Подтверждение Сейчас Подожди Давай Скажем Почему На Офисных Сотрудников Мы Надеемся Потому Что Россия Несмотря На То Что Сейчас Идет Критика Офисного Образа Жизни Что Что Ты В Офисе Работаешь А Кто Будет У Станка Работать Ну Стоит Заметить Что 21 Век Уже Окончательно Наступил И Станки В основном Роботизированы Ну В Развитых Странах Вот А Чего России Не Хватало Всегда Это Точнее Не Всегда В Последнее Время Не Хватает Это Качественного Менеджмента Менеджер Это Работа Офисная Ну Управляющих Чем-то Управляющих Каким-то Процессом Нам Это Очень Хорошо Знакомо Мы 20 Лет Ездим По России И Я Вас Уверяю В Одной Треть Гостиниц Перепутаны Цвета Кранов То Есть Из Красного Идет Холодная Вода А Из Синего Идет Горячая То Кран Установлен Талантливо Но Тот Человек Который Должен Был Проверить Он Отсутствует Вот В этой Схеме Нам Не Хватает Качественного Менеджмента Так Он В Офисе Сидел Почему Он Не Приехал На Объект Он В Офисе Работает Он Перегружен У него Слишком Много Задач Это Все Турецкие Экраны Турецкие Экраны Они Меняют Цвета А И Что На Второй Образ Про Басту За Басту В целом Очень рады Вот Правда Это Наш Земляк Мы За него Рады И Как За Земляка И Как За Старого Нашего Знакомого И Его Успехи Нас Радуют Да Да То есть Вспоминая Наше Первое Знакомство С ним Мы Были Подростками В Широчетных Штанах Мы Были Единственной Рэп Тусовкой В Ростове И Басту 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 Очень Задорным И Очень Опасным Парнишкой Вот И То Что Сейчас Он Солидный Джентльмен И Пишет Неплохие Песни И Владеет Футбольным Клубом Ростовским Это Классно Это Настоящая Рэп Карьера То есть Мы Смотрим На него С Большим Уважением Вопросик Еще раз Спасибо вам За ваши тексты За вашу песню Ваши песни Растут с вами И мы Тоже Вот Послушают Растем с вами И За прекрасную Песню Гимн Можно Остановить Как раз таки Я просто В онлайне Сейчас С Ростовом Задаю Вопрос Вам Вопрос Еще один Многие песни Стали Слишком Серьезные Когда Эди В домах Ходятся Растопятся Послушают Что-то Повеселее Из-за этого Как-то Депрессивненько Стало Записали бы Совместно С кем-нибудь Красивый Питок На текст Про путешествия И тому Потом Чтобы Можно было Отлететься И помечтать А не Загрузиться И загрузиться И загрустить Хорошо Спасибо Все Спасибо Это Претендует В принципе На То есть Это может Инициировать Змею Кстати Надо бы Змею сказать Что Никто не спросил Про него Удивительно Да Он купил себе Новый Невидимый Костюм Он в какой-то Он в какой-то момент В какой-то момент Он там Опа Да У нас есть песни Несерьезные Нас даже больше волновало В начале Я думаю Что в сентябре Нас даже больше волновало Что у нас Несерьезные песни И мы Сочинили Несколько Серьезных Да Мы думали Что 4 глава Орёд Были последним Серьезным Альбомом Ну На самом деле Так вот Гляну в будущее Воображая себе Я бы хотел Выпустить Очень несерьезный Альбом Ну Бон Просто Из Бэков Альбом Из Бэков Хороший Знаешь Когда есть Строчки Точнее Нет строчек Есть только Окончальные Строчек Рифмы И тебе Нужно Подставлять Нужно Любой Текст Да Это Прикольно Ну А там Даже И там Нет Гласных Даже Там просто Нет А там Нет Согласных Там Просто Гласные Бэки Э У Э Я В принципе Возвращаясь С работы Очень даже Ненапряжная Музыка Заходишь Привет Ростов В метро Привет Работякам Может Послушать Несерьезные Песни Давай Если вопрос Не осталось Специально Для Ростова Несерьезная Песня Специально Для Ростова Хороший Момент Сейчас В беседе А дальше Посмотрим Может Попалдаем Еще Может Разойдемся Кофе Точно Та-да-да Змей Поставит А ты Такой Холодный Фотка Ты чистую версию Ставишь Грязную Версию Лучше чистую Телевизию Здесь Чистая версия Это где Падли Заменены Продолжение следую Продолжение следую Продолжение следует...